ребята привет я в качкаровке наконец-то доехал наконец-то добрался вот смотрите какой потрясающий вид на днепр прямо если не ошибаюсь люби тихо а немножечко правее село гарностаевка тогда дальше идет красный маяк змеевка переслав а в противоположную сторону новоалександровка и имение фальцвейна в которых я был совсем недавно я не просто так подошел к берегу смотрите что я вам хочу показать если вы помните из предыдущих моих видео я был в имении фальцвейна и там я показывал дорогу по которой завозили продовольствие или этой дорогой поднимались гости а теперь обратите внимание вам не кажется что это тоже дорога и там был порт скорее всего или причал потому что видите как кладка идет вот и заворачивает на улицу здесь идет каменная кладка сейчас я вам ее покажу как мне кажется этой дорогой тоже сюда в качкаровку завозили продовольствие и строительные материалы для храма вон он виднеется да виды конечно шикарная да каховское море замечательное каховское водохранилище смотрите и вот уже начинается идти булыжник вот то есть как я полагаю это вход точнее дорога сюда вот шла он так потому что как мы знаем основной путь это был по морю или по морю или по речке основной путь транспортировок передвижение доставки грузов товара всего так было дешевле и проще чем использовать лошадей и карет также можно было дешевле отправить товар на экспорт в селе качкаровка активно занимались сельским хозяйством а также овцеводством и коневодством эти земли прекрасно подходят для того чтобы здесь выращивать пшеницу а вообще здесь первыми поселенцами здесь были западная украина с полтавщины это примерно 1785 год если не ошибаюсь но ребят больше истории будет под видео в описании вот ребята подымаюсь от этой булыжной улице справа у нас находится покровский храм пресвятой богородицы также видео есть у меня на канале обязательно посмотрите потрясающий храм мне удалось снять видео не только на территории храма но и внутри храма а также снять видео на колокольне основной строительный материал храма это гранитный камень и пиленный белый камень скорее всего да как я уже говорил сам по этой дороге а мы идем дальше в 1917 году жители села как бы это выразить не с радостью но с удовольствием встретили революцию так как местные помещики относились не очень как бы благосклонно крестьянам вот такой магазинчик мне встретился на пути какой-то универмаг прудмах и прочее прочее вообще село качкаровка находится сразу видно запустение действительно очень мало людей я вообще встретил народ человек пять за время которое гуляя по территории села действительно много разрушенных от ну понятно село какие здесь могут быть предприятия какие здесь могут быть способы заработка разве что только сельское хозяйство что-нибудь выращивать что-нибудь продавать не на булыжная меня действительно удивляет вообще не видел раньше села в булыжных улиц ну видел то как где в херсоне видел тут в качкаровке ну а да повторюсь именно разрушенных от видите по идее должны ворота калитка стоять все поросло заросло мы идем дальше а также в селе качкаровка имеется загаленосветная школа первых третьих ступенев такие стеклопакеты даже стоят действительно круто круто красиво не нравится вот эта надпись херсонца украина и такая постройка 16 века ладно шучу так пить хочется давайте позовем хозяина чтобы водички вынес хозяин хозяин не ворот ни калитки нет такое причастие что думать никого нет ладно да вот такие тоже постройки есть люди действительно бросают здесь хаты кто пожилые умирают молодежь вся старается выезжать хотя бы береслав хотя бы в новую каховку в херсон а за пожилыми уже увы никто не присматривает вот так оно все потихонечку умирает мне кажется это село ждет участь как и другие то есть я был в селах в которых проживает только 500 человек это очень печально раньше когда-то они процветали на них держался город на селах а сейчас вы видите что происходит к несчастью обидно конечно мне очень нравится вот такие одноэтажные домики скорее всего это была первая школа после него построили трехэтажный большой корпус такой школе училась моя мама с лигер наставка ну я там тоже был на дискотеке действительно интересно не со всех сторон засаживались там акации ореха и всегда был тенек ну понятно стены тут метровая то что в таких помещениях всегда будет прохладно всего тоже удивило вот во дворе школы есть такие плакаты по строевой подготовки это скорее всего спортзал тут же наверняка проходит линейка на 1 сентября я нахожусь внутри отделения укрепочтой укрепится DevOps чувствуется да? советской постройки двойные стекла высокие потолки в таком состоянии находится это здание да, также хотел сказать спасибо ребятам из Укрпочты потому что если бы не они, мне пришлось бы идти по такому палящему солнцу 6 километров они меня подвезли буквально за 7 минут ребята, благодарочка вам вот еще обратите внимание, вот такая интересная столовая 1961 год это получается вот у нас по эту сторону идут колхозы там сельскохозяйственная техника стоит да, по эту сторону колхозы а здесь наверно был сад тоже знаете, даже не у кого спросить ой, ой, что-то я тут не прохожу ой, даже не у кого спросить там, где автобус, где останавливается, на какой остановке а хотя по сути не у кого спрашивают, тут только один въезд в село понятно, сюда он заедет, отсюда этот автобус и выйдет наличие остановки не важно вот такая столовка блин, раньше же готовили вкусно, да? это уже какое-то помещение давайте зайдемся ой, уже какой ужас разруха это какая сразу видно проводка вырвана проводка вот это где такие видные места крыши да, вот, как бы просвет не побелен это сразу видно, что это идут кабинеты один, второй, третий вот эти перестенки все выломаны все вытращено вывезено ну да, все, что можно использовать вот дерево, металл все выгребается, вывозится себе на топку, на дачу вот вам и развал Советского Союза, ребят хотя я особо не удивляюсь таких мест миллион где бы ни был музыка в Кавкад что хат что административных каких-то зданий все оно в таком состоянии находится все оно в таком состоянии находится еще странно, что-то шприцов особо нет в основном когда в такие места заходишь то от наркомана просто усыпано иголками также в селе имеется два садика один действующий и второй не очень вообще удивительно сколько я хожу здесь сколько видео у меня на 13 минут а я хожу больше часа я реально только пять человек здесь встретил ну что людям делать на улице скорее всего по домам сидят смотрят телевизор все таки сейчас середина дня на улице жарко даже очень жарко и там и в и 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 вау там глубоченько здесь же где-то еще должен быть фельдшерский пункт или больничка что-то не встретил еще может вот это больничка да как я и говорил это качкаревская амбулатория это поликлиника тоже деревянная палубки да шейфер а это тоже даже не знаю что может хотели больницу строить здесь что ребят спасибо за то что посмотрели это видео я в этом видео немножко высказывал своего мнения говорил свои комментарии так что если чуть не так извините меня я просто хотел вам действительно да показать немножко это село а также обязательно приезжайте на храм все таки стоит посмотреть он действительно шикарен он очень красив огромный храм я рад что я сюда приехал я сюда очень долго хотел приехать вот ура спасибо за просмотр подписываемся на канал заходим на мои странички фейсбук одноклассники твиттер инстаграм все ребята пока пока я буду собираться скоро автобус на херсон ею